Прекрасная метафора. И в Офисе Президента Украины хоть и обтекаемо очень комментируют эту тему, но не скрывают. В том числе Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, заявил о том, что ситуация в Курской области точно усилит переговорные позиции Украины. И хоть Киев официально продолжает стоять на основах формулы мира президента Зеленского про полную деоккупацию земель, про выплату репараций, про выдачу военных преступников, но мы понимаем, что наверняка какой-то диалог, вероятно, за кулисами ведется. И вот насколько ситуация в Курской области может повлиять действительно на процесс вот тех самых каких-то переговоров, о котором сейчас из каждого утюга, ну как, сейчас уже не звучит, потому что сейчас топ-тема Курская область, но звучала до этого тема переговоров просто на каждом углу. Как вы думаете, насколько это ослабит позиции России, насколько это повлияет на ультиматумы Путина, которые он выдвигал там за месяц буквально до этого вторжения, абсолютно дерзкие, такие скалирующие, как считаете? Очень сильно повлияет, очень сильно ослабит, потому что между прочим формулой президента Зеленского о возврате к границе 1991 года, она теперь звучит немножко иначе. Вы уходите на границе 1991 года, и мы уходим на границе 1991 года, все правильно, но я не думаю, чтобы в благострочных планах Зеленского и Сынского было захватить Курскую область навсегда. Так что это очень усиливает вашу позицию. Кроме того, поскольку это бьет по имиджу президента Путина очень сильно, это тоже усиливает вашу позицию. И это усиливает вашу позицию с точки зрения уровня поддержки вас со стороны ведущих стран Запада. То есть вы показали слабость. Это вообще удивительная совершенно вещь. В таком политическом плане это, конечно, гениальная и очень успешная операция. Друзья, ваши слова поддержки украинским военным можете оставлять в комментариях. Нас молит много наших защитников, слова это меньше, чем мы можем их поддержать. Ну а если хотите поддержать не только словом, но и делом, присоединяйтесь к инициативе Дмитрия Гордона, сборной беспилотники для вооруженных сил. Вся информация есть в описании под этим видео. И вот на фоне событий в Курской области, как будто слабость действительно почувствовали не только в Украине, не только в Европе и среди союзников нашего государства. Но неожиданные заявления прозвучали и от тех, от кого, в общем-то, мы их не ждали услышать. Один из, как его называют, любимых олигархов Путина, Дерипаска, заявил в интервью, что война безумная, ее надо останавливать. Уже, значит, 211, прошу прощения, миллиардов долларов потрачено. И вообще вот все это безумие, которое необходимо просто прекратить. Группы финансового влияния, группы силового влияния, понимаем, что в какой-то момент, вероятно, подумают. А нафига нам, собственно говоря, Путин? Удержать безопасность в стране, обеспечить, удержать закрытие границ не может. Санкции на нас наложены. Не знаю, отношения с Западом, с которым мы вели бизнес, нарушены. А не время ли перезагрузки? И, может быть, даже с их подачи будет осуществлено то, что в народе принято называть табакеркой сталинской. То есть, условно, физическим отстранением Путина от власти. Почему сейчас прозвучали слова, что как их трактовать, да, Дерипаски? Ну и в целом, насколько финансовое крыло, скажем так, опора Кремля может в свое время сыграть свою роль в смене путинского режима? Ну, Дерипаска, он на самом деле давно вот как-то так. Знаете, это не первый его. Он парень умный, хитрый. Крутится. Вот. Значит, олигархи сами кабальтерку не достанут. Это нереально. Это нереально. Система, построенная иначе. Но позиция олигархов, конечно, важна. Но, вы знаете, на них... Вообще, очень печальная, на самом деле, история, что произошла с позиции как раз российских финансовых и политических лиц. Смотрите. Когда началась война, и Путин получил совершенно неожиданно и шокирующий отпор от УАС, когда он вынужден был отступать. Тогда, конечно... Да, а на Западе был энтузиазм. Почтай, призрак антигейтеровской коалиции и так далее. Тогда, конечно, российские элиты были очень встревожены и очень хотели перемен. Что было у нас потом? Запад свой энтузиазм снизил, антигейтеровской коалиции нету, ленд-лиза нету для вас. Хотя его обещали напрямую, я помню, еще до начала войны обещал, что будет ленд-лиз и так далее. Путин смог стабилизировать фронт и, более того, даже с точки наступать. И, более того, несмотря на то, что на российском Петербурге, насколько я понимаю, он и продолжает. Элиты все это видят. Самое главное, что увидели элиты, это странную позицию Запада. Запад вместо того, чтобы раскалывать российских элит, способствовал их сплочению вокруг Владимира Путина. Потому что не было экзит-стратеги для путинских людей, или она была нереалистичной. Какой нереалистичной. Вот не было такого, чтобы мы сказали, ну смотри, ты можешь сделать так и так, и все. У нас все нет. Уже половины бы не было. Половины бы уже не было. Но они видят, что Запады на это не способны. Понимаете? И на это не способны. И дать вам оружие на остатки не способны. В результате, праймель до Курска, российские элиты были значительно более сполченными от Путина, чем в начале войны. Вот. Если Запад будет давать эти стратежи, тогда возможно нарушить. Кстати говоря, кое-что здесь зависит и от вас. И от вашего политического руководства. Потому что, понимаете, если ваше будут говорить, Летин Зеленский, прежде всего, конечно, будет говорить, что Ребята, у нас не хотел одинаковые претензии. Мы видим вот этот, конечно же, Гага, без разговоров, да, или сами судили. А те, кто так рядом стояли, да нет, мы готовы с вами. Мы готовы с вами. Понимаете, что делать? Справедливость и результат – это иногда очень разные вещи. Очень разные вещи. И если вы подчеркиваете вполне обоснованные претензии огромному часту людей в России, то вы делаете их союзниками. А если вы их диверсифицировать, то многие из них будут вашими союзниками. Как в то время поступил на экзамен Манделова, он еще сидел в тюрьме и сказал, что правительство Черного большинства не будет пустить белого за унижение, эксплуатацию. Но не будет пустить белого. Он объявил амнистию, еще сидя в тюрьме. И это очень во многом способствовало мирному переходу к власти от де Клерка Мандели. Разве под белых человек. Потому что во многом апартеид, в последние годы, держался на страхе возмездия. Понимаете? Вот Мандела был мудрый человек. Мудрый человек. И пока он был в власти, он был все более-менее ничего убежден. Потом, после, он что-то добавил. Угу. Вообще, интересный тезис, друзья. Что вы о нем думаете, друзья? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Интересно, искренне будет почитать. Самое интересное, возможно, даже зачитаем в последующих интервью. Я тоже читаю. Алексей, я тоже читаю комментарии. Обязательно. Поэтому, друзья, пишите ваши мысли. Действительно, тема такая дискуссионная. Если уж говорили сегодня мы о перспективах смены режима, или как он может произойти. Любопытное заявление сделал генерал Буданов, в очередной раз шокировав публику. Но он это умеет и любит. Говорит, что тот, кто осуществит переворот в России, уже находится на территории Украины. Копит силы. И, значит, переворот неизбежен. Я предлагаю вам, Леонид Яковлевич, без фамилий, конечно, если не хотите. Но в публичном пространстве вы видите людей сейчас, я уж не говорю, там даже на территории Украины, но вообще, которые способны были бы сейчас сплотить вокруг себя какие-то силы, которые будут готовы к силовому сценарию физического отстранения Путина от власти. Я, честно говоря, очень скептически отношусь к любым заявлениям, исходящим от разведки. Ваши, наши, американские. Я прекрасно понимаю, что задача, я не претензия, задача генерала Буданова, задача совсем куда-либо. Например, Падаляк, вы говорите, не без народа, Михаил Падаляк, который, да, один из главных ваших спикеров. Их задача не дать мне информацию. Их задача способствовать решению тех задач в процессе цитологии, решения которых работает управление. Правильно? Это их задача. А информировать меня, это как-то потом. Поэтому то, что говорит генерал Буганов, и то, что говорит Михаил Падаляк, они говорят из своего понимания, что выгодно говорить. Ну, и правильно это делается. Но я-то имею право очень скептически относиться к их словам. А теперь послушаю. А теперь послушаю. Значит, то, что какие-то силовые действия, может, в отвале человека, который находится сейчас на территории Украины, я не верю. Не верю ни секунды вообще. Вот. Возможно, генерал Буганов имел в виду кого-то, кто сможет объединить вот эти вот российские добровольческие, эти путинские подразделения, которые воюют в составе вашей армии. Вот. Силы, удачи, безопасности. Вот. Но если он имеет в виду их, то их, очевидно, не хватит. Ну, вот очевидно, не хватит. Так что нет. А теперь человек, который находится сейчас в Украине, кого бы он ни имел в виду, возглавить какие-то серьезные вооруженные подразделения, армейские подразделения российской федерации, не сможет. Нереально. Он не знает. Понимаете, что я делаю? Это человек, который не знает никто заранее. И даже Буганов не знает. Потому что, когда вы получите шаги командора, он уже пришел. Понимаете? А если вы знаете заранее, так он и не придет. Поэтому не могу назвать такого человека. Хотя, надеюсь, что он есть. Друзья, ваши кандидатуры тоже пишите в комментариях. Будет интересно почитать. И лайки, да, напоминаю. Ставьте, пожалуйста. Очень важно, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. И ваши нажатия на пальцы вверх этому очень способствуют. Леонид Яковлевич, на финал еще поговорим о Беларуси. Лукашенко, он тоже опять шашку наголо достал. Значит, рассказывал о каких-то беспилотниках, которые полетели на Беларусь. Хотя исследователи открытых источников информации, проанализировав фотографии, опять-таки, тех дронов, которые показал Лукашенко, сказали, что, ну, в общем, очень много несостыковок там. Значит, Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел СНГ заявлял, что рассуждал о перспективе того, что Россия рухнет. Говорит, что нам нельзя этого допустить, потому что за ним посыпятся и другие страны. Ему очень неплохо было бы сейчас России помочь, чтобы, условно, там иметь Россию в должниках. Потому что, как сказал Лукашенко, мало ли кто знает, когда еще обратиться придется за помощью. Ну, Лукашенко-то знает, как приходится обращаться за помощью. Мы это уже проходили. И сейчас еще и есть заявление от белорусской стороны, от украинской разведки, что постепенно стягивается техника. Ну, Лукашенко там вообще рассказывает, что он там уже есть системы ракетные. В общем, огромное количество подразделений разместил на границе с Украиной. Это что, да? Это самодеятельность, это просьба Путина, это желание снова стать каким-то ньюсмейкером, да? Потому что мы знаем, что Александр Григорьевич любит такое, и помним это все еще на примере мятежа Пригожина. Как вот расценивать вот эти заявления, вообще рассуждения о каком-то крахе России? Что такое разве может произойти? Что это вы, Александр Григорьевич, что это такое паническое настроение? Никогда, никогда. Значит, вы знаете, да, как Рыбинская империя не могла рухнуть, Сарайский Союз не мог рухнуть, конечно. Мы точно знаем. Вот. Но, знаете что, там, конечно, как всегда, очень много мотивов. Любому человеку, когда он что-то делает, мотивов очень много. И бывает один мотив. И нравится Александр Григорьевич, пиалец, и Путин мог, ну, что-то сказать. И так далее. Но мне кажется, главное, по-моему, значит, сейчас, когда стали искать виноватых, то одним из виноватых был Лукашенко. Ну, виноватых в вашем прорыве в курсе. Почему? Потому что Лукашенко такой-сякой, он сказал вдруг, помните, что мы с украинцами не воюем, у нас никаких противоречий нет, и так далее, и увел свои войска в границу. Что, по мнению, не знаю, что было на самом деле с вашими войсками, я этого не знаю. Но наше промокандисты утверждают, что это дало вам возможность отвезти войска от белорусской границы и использовать их в курсе. То есть предателем является Лукашенко. Это он предатель, это он гад. Нож в спину там и так далее. Это популярно на нашем телевизоре и наше пропаганде версия сейчас. Я думаю, что Александр Иванович несколько беспокоен тем, что его тут решили назначить главным за поражение. И он пытается реабилитироваться. И поэтому дроны, я вообще не знаю, что там было, что там не было, но вот это не важно на самом деле, дроны, поэтому грозная эта самая нота вашему временному поверью, в вашей временной поверью, в делах, в Минске, что вот смотри, а ты вообще разорвел отношения, да, это приказы о движении войск, генералы с серьезными, озабоченными лицами сидят, и так далее. Я думаю, что в основном это операция прикрытия для его отношения с Владимиром Владимировичем. Ну а как вы думаете, Леонид Яковлевич, все-таки есть желание у Путина до сих пор, чтобы Лукашенко полноценно впрягся в эту войну? И как самому Лукашенко удается удерживать все-таки позицию, ну давайте так, такого нейтралитетом это сложно назвать, да, ну по крайней мере, то есть вот впрягаться прям в эту войну со своими вооруженными силами, он в ближайшее время, как мы видим, не планирует, и Путину прогнуть его не удается. Вот за счет чего он держится, скажем так, да, вот под этим натиском? Вы знаете, для меня это загадок, честно говоря. Я спрашиваю, он говорит, по-моему, я тоже не понимаю, как это у него получается. Как это у него действительно фантастическая история, что он удерживается. Вот он как-то, он, знаете, он совершенно генеральный человек, его вот над ним смеются, все, этот колхозник, там, этот картофельный фюрер, там, ну, все, все правда, колхозник, все такое, да, но у него какое-то есть место, видимо, не голова, а какое-то другое в его большом теле, которое он очень хорошо чувствует. понимаете, и вот он чувствует, что он такой, ну, прям, колотоходец, понимаете, на чем он играет, на чем он играет, он играет на нежелание подавляющей близко белорусов, и, так сказать, ну, обычных граждан, и элит белорусов, на их нежелание двух вещей. Первый, они не хотят признать войну, и, более того, они хотят признать войну предоставлением Путину своей территории. Ну, один раз это было, но вообще они этого не хотят, не хотят, чтобы российская армия вошла в Беларусь и атаковала Украину, им это очень. И они не хотят потерять свою государственность. Им хочется остаться независимыми, но они понимают, что после крака режима Путина, то государственность, который сейчас, сейчас-то выглядит такой, ну, пацовый немножко, да, государственность в Беларусь, потому что Путин там, и мы не будем понимать, но после крака режима Путина, это восстановится нормальная государственность. Они не хотят не создаваться. И он, когда вот делает такое заявление, что я вот с Украиной не воюю, и так далее, он получает поддержку в обществе. Понимаете? Но он теряет Путина, когда он движется сюда, а Путин, наоборот, к Путину, как сейчас. Вот. А Путин, он говорит, Владимир Владимирович, ничего сделать не могу, ты понимаешь, что творится-то. Ничего не могу сделать. Вот. А Путин думает, а не сменить ли мне его вообще? Не поздай мне генерал Пупкина вместо этого надоевшего мне вот так. Путин же его терпеть не может, трясённо. от одного вида Александра Григорьевича. Вот. Но поставишь генерала Пупкина, а генерал Пупкин хвостом бернёт и уйдёт назад. Понимаете? И его примусы с противотого объятия. Понимаете, хоть он диктатор такой, кто? Вот. поэтому он был генерал человек. Не важно. Bulgar. И еще один